Донцов Григорий Фёдорович Расскажите, пожалуйста, когда началась уборка? Вы знаете, уборка вообще-то началась у нас неделю назад, в прошлый понедельник. Ну а после начала, буквально через день начались дождики, и она у нас, уборка вся такая была в это время, вяло текущая. И можно сказать, только со вчерашнего дня мы перешли в активную фазу этой уборки. Даже сегодня, вот первый день, когда мы с утра прямо начали уборку, и вот на сегодняшний день мы её активно ведём. Сколько уже удалось собрать урожая, и что в данный момент сделать? Нам удалось убрать всего-навсего 10% нашей площади за этот период, что, конечно, очень мало. Но, тем не менее, мы по вот этой бригаде убрали ячмень озимый, и сейчас перешли к уборке озимой пшеницы. Ну а как оцениваете сам урожай? Не помежали ли дожди, которые были вот обильно в этом прошлом месяце, в конце мая? Ну, нет, эти дожди у нас не настолько были вот по этой зоне, значит, мешающими. Для нас всегда влага желательна. Ну а вот на другом землепользовании, которое у нас есть в Шпаковском районе, там, конечно, был перебор, и нам дожди там сильно помешали. И мы там ещё уборку даже и не начали. Насколько мне известно, Ваше предприятие обрабатывает более 22 тысяч гектаров, правильно? Да, это так. В районе 22 тысяч гектаров пашни мы на сегодняшний день обрабатываем. Это не только Новосельский район? Да, это не только Новосельский район. У нас землепользование находится в четырёх административных районах. А Новосельский – это в том числе один из этих четырёх. Спасибо большое, Григорий Фёдорович. Подробнее о том, какой урожай, на что, надеются, нам расскажет агроном этого предприятия Илья Децик. Илья, ну, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас за прибор? Это прибор для измерения экспресс-методом влажность зерновых культур. И что вам даёт вот эти показания? Ну, эти показания нам даются, с какой влажностью мы убираем пшеницу, чтобы в дальнейшем хранить её на такую, без последующих каких-либо движений. Сейчас какая влажность? Сейчас хорошая влажность 13%, как бы, для уборки урожая отличная. Ну, а вообще оцениваете, как урожай? Ну, в этом году урожай хороший. Ещё как бы не всё потеряно. Дождей будем надеяться, что не будет. И чтобы убрать хорошие, качественные хлеба. А что тогда потеряно? Да, у нас происходит, ну, вымывание клейковины, понижение качества зерна. И зерно становится куражным. Как бы стоимость, ну, падает. Ну, что сейчас необходимо? Какая погода должна быть, чтобы урожай был, ну, в полной мере хорошим? Чем жарче, тем лучше. То есть вы сейчас рассчитываете на жар? Да. А вот эти дожди, которые были в конце мая, в июне, как они повлияли? Ну, повлияли хорошо. Не было суховеев у нас, зерно налилось. То есть, ну, положительно. Как бы много, но положительно. Ну, вы работаете агрономом, да? В чём заключается ваш фонд работы здесь? Возделывание культуры полностью от сева до уборки урожая. То есть наблюдение, развитие, болезни, подкормки. То есть, ну, всё, что касается возделывания пшеницы, подсолнечника, кукурузы. То есть, вся технология. Вы каждый день выходите также с рабочими, с комбайнёрами в поле и также участвуете в уборке урожая? Да. Да, каждый день. Ну, и помимо этого, наблюдаем за другими культурами. У нас есть подсолнечник, кукуруза. Ну, вот оцените их. Отличное состояние на данный момент. Когда приступите к кукурузе подсолнечника? Ну, я думаю, в сентябре месяце. Ну, вот я смотрю, у вас здесь такие условия очень хорошие. И кухня на поле, в поле. И можете отдыхать и купаться. Как вам вообще? Ну, вообще, это как бы непосредственный атрибут уборки. Потому что комбайнёры, когда работают, устают, отдыхают. У нас есть помощники комбайнёров. Помогают в ремонте, в подмене, когда комбайнёр обедает. То есть, ну, быт должен быть как дома. Потому что большее время мы проводим на поле, когда идёт борьба за урожай. Ну, сами же вот этими условиями вы тоже пользуетесь? Конечно. Особенно на уборке ячменных культур. Ну, как вам условия? Может быть, чего-то не хватает? Может быть, всего достаточно? Ну, кондиционер вагончик. А так, в принципе, всё хватает. Кондиционера не хватает? Да. Мы сейчас ещё пообщаемся с комбайнёром, который вот уже подъезжает. Ну, а пока же расскажите, пожалуйста, кто к нам подъезжает? Ну, это механизатор Кузьминов Сергей. Работает в период уборки на комбайне. Когда в последующее время работает вторым номером на Кировце. Это у нас идёт вспашка, сев, поднятие, зяби. То есть, ну, нету тех людей, которые вот именно работают. Комбайн – всё. Это моё. У нас работают все, делают всё. А вы не хотите в комбайн? Там вроде есть кондиционер. А кто тогда будет следить за процессом? И за процессом надо следить? Конечно, конечно. Уборка урожая – это не только скосить. Это отслеживание всего. Потери, влажность. Ну, чтобы не перепутали сорта. То есть, это очень ответственный момент. Ну, а мы сейчас как раз пообщаемся с самим комбайнёром. Пойдёмте. Здесь у него уже можно видеть, как полная чаша. И не знаю, как это правильно называется – урожая. Здравствуйте. Представьте, как он как-то. Нет, на меня. Кузьминов Сергей Александрович. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, сложная ли у вас работа? Сколько приходится работать? Ну, работа, конечно, сложная. У каждого своя работа. Ну, как бы пытаемся выполнять свою работу. Делать своё дело. Пасить, что посеяли, чтобы что-то собрать. Заработать домой, семейный бюджет. Зарплата хорошая? Ну, в данный момент устраивает. Не устраивало, поскорее, другое место. У вас сезонная работа, правильно? Вы чем-то занимаетесь зимой? Ну, зимой мы делаем технику. Я не только на компании, а там ещё на других битах тракторов и транспорта. Расскажите, пожалуйста, какие у вас условия там? Есть ли кодиционер? Ну, у меня контер хороший. Ну, как бы, всё. Поставил там функцию, и всё. Нету. Нагнала свою температуру и всё сбросила. Нормально, получше, чем, например, я работал на Тоню пару раз. А что за техника, расскажите? Ну, джонтир, роторник, не барабанник. Вырабатывают зерно, наверное, ну, раза в 3-4, наверное, лучше, чем барабанник. Вот это полная чаша у вас уже урожает, да? Как это правильно называют? Ну, мы называем бункер. Полный бункер зерна, например, он 7 тонн, 7,5. Ну, в зависимости от сорта зерна. Насколько вам удалось наполнить? Ну, полтора круга примерно в одну сторону и половину обратно. В бункер. Ну, где-то полтора гектара, может, даже меньше. Скажите, вы гордитесь своей работой? Конечно, гордимся. Почему? Ну, нравится. У каждого свой выбор работы. Мне, например, нравится техника, ходить на уборку. Кому-то что-то нравится другое. Ну, а график вообще тяжелый? Со скольки приходится работать? Ну, во время уборки, конечно, тяжелый график. Надо в 6 уже встать, подготовить технику, продуть, все помазать, подготовить. И чтобы уже всем уже выехать в поле. Ну, и, конечно, до позна, там, до 10, до 11 часов мы кося. Ну, у нас, конечно, штурвальный есть. Без штурвального, конечно, было бы тяжелее. Намного тяжелее. У нас зачистки, семеноводческое хозяйство и все такие дела. А бывает такое, что в поле приходится и начать? Конечно, бывает. Когда там, по-любому, у нас с комбайна один человек должен остаться, чтобы утром раньше встать. Мы, например, приедем к 7, уже комбайн должен готовый. Мы, например, остаемся через день. Один день остается штурвальный, другой день остается комбайнер. По очередности. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, мы находимся в Новоселецком районе, на полях крупнейшего семеноводческого хозяйства «Луч». Мы с вами прощаемся. Оставайтесь на своем, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин